Всем привет! Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Выдивляйтесь сегодняшнему началу. Выглянул с утра на улицу, смотрю, ветра нет, солнце, тепло, даже жарко пожалуй. Думаю, надо готовить шашлыки. Ну, на глобальные шашлыки. Там свинины, баранины. Я, конечно, не замахнусь, потому что времени нужно побольше. А вот на быстрые, которые, к тому же, очень обожают мои мелкие, вполне, думаю, время хватит. Сейчас доедем до магазина, прикуплю куриных бедрышек, именно бедрышек, прикуплю креветок, может быть, и забабахаем. Ну что, добрылись, пойдем в магазин. Обломилась в сетевой магазин Массимас. Не оказалось здесь крупных креветок, были только мелкие, вареные, и бедрышек не оказалось, только целиком окорочка куриные. Но ничего, как вы видели, взял я окорочков, соответственно, вырежу из них бедрышки, а голени пущу на другое блюдо какое-нибудь. Так что, значит, обойдемся мы сегодня куриными шашлычками из бедрышек, будем без креветок. Кстати, они все равно отличные, очень быстрые. Для этого рецепта действительно важно брать именно бедрышки. Потому что сейчас мы из них вырежем косточки все. Если кости не удалять, то мясо в районе костей остается сыроватым. Ну, а если оно там готовится, то, соответственно, сверху пересыхает. А вот если косточку удалим, то мясо можно сделать ровным таким куском. Кстати, нам нужно заехать в еще один магазин к китайцам, купить деревянные шпажки. Сейчас мы от ним за рулем. Есть целая сеть этих китайских магазинов, где очень дешево китайское барахло продается. Где обожают отовариваться испанцы. Вот эти вот плоские, очень хорошие темы, что на них не вертится ничего, когда готовишь. Ну что, приступим. Условия съемки, конечно, у меня на улице просто адовые. Яркое солнце на небе. Облака бегут. Вот свет, тень. Я не знаю, как с этим делом справлюсь. Соседские дети орут. Значит, начинаем. Я начну, потому что мне съемка предстоит, с подготовки к курицы. Сейчас мне нужно будет снять с нее шкуру. Она не понадобится нам. И удалить косточки. И добавить для вкуса лимонного сока, пряностей, соли. В общем, все как положено. А после этого запалить угли и переставить свет. В принципе, курица нужна 20 минут, ну 25 от силы, для того, чтобы напитаться вкусами и ароматами. Шкуру не выбрасываем ни в коем случае. Она у нас уйдет на бульон, про который я вам уже рассказывал, показывал. Вот здесь ссылочку размещу. Тут соседний дом продается. И уже который день риэлторы вводят возможных покупателей. Сейчас французы шляются. Слышно, наверное, как они беседуют. Как я разделываю вот это бедрышко? С внутренней стороны бедра я делаю надрез вдоль косточки. С левой и с правой стороны подрезаю. А теперь не режу, а соскребываю кончик ножа. Мясо с кости. Какие они шумные. Хотелось бы мне, конечно, соседей испанцев получить. Вот эти куриные шашлычки мне нравятся тем, что они очень-очень быстро делаются. То есть, бывает так, что выглянешь в окно, хорошая погода. Думаешь, сейчас бы шашлычков. Но свинине там и прочим нужно мариноваться подольше. А курица набирается вкусов ровно то время, пока угли разгораются. Так, ну вот смотрите, что у меня получилось. Вот такие вот развернутые кусочки. Достаточно аккуратные. Вот их сейчас и приготовим. Замариновывать я буду вот в этой посудине. Первое, что понадобится, это лимон. Выдавливаю его так, чтобы косточки не упадали. Ну, про косточки вы знаете, они горечь дают. Хватит одного крупного или двух средненьких. Опять же повторюсь, здесь нужна не абы какая кислота, а именно лимон. Причем лимон хороший, такой спелый, ароматный. Чтобы он давал не просто кислоту, а вот характерный вот этот лимонный аромат. Чтобы эфирные масла лимона здесь тоже хорошенько поработали. Чеснок резать в данном случае не надо. Я его сейчас почищу и раздавлю. Эти крупные я расчекрыжу пополам. И все. Теперь соль. На это количество мне уйдет, наверное, пол чайной ложки. Теперь обязательно зира. У меня в этой баночке она растерт предварительно. Перемешиваю. И завершающий этап, причем самый важный этап, это оливковое масло. Оливковое масло здесь нужно не для того, чтобы жирноты добавить этому блюду. Для того, чтобы перенести все ароматические вещества из чеснока и лимонного сока в эти самые бедрышки. Дело в том, я это не раз и не два уже говорил, что подавляющее большинство ароматических веществ – это ароматические эфиры, эфирные масла. Они жирорастворимы. Поэтому, если мы добавляем масло в маринад, то эти эфирные масла в масле растворяются, и это самое масло, обволакивая весь продукт, равномерно распределяет и вносит в наш продукт эти самые ароматические вещества, эти самые эфиры. Так, ну все. С курицей разобрались. За кадром я прибрался, вымыл доску. Сейчас я разрежу на пластинки этот баклажан, присолю его немного и добавлю оливковое масло. И на этом все закончится. Всякие разговоры на тему горьких баклажанов я слышал, но мне ни разу не выпадались какие-то горькие, странные. Не знаю, в чем тут дело. Поэтому я вымачиванием и прочей ерундой не занимаюсь. А соль добавляю, чтобы она получше прошла вовнутрь. Мне нравится, когда они такие слегка присоленные. Вообще баклажаны масло как губка впитывают, поэтому я особенно не усердствую так слегка. Я в готовке, кстати, в подавляющем большинстве случаев использую масло оливковое. Ну, это понятно, собственно говоря. Я использую именно оливковое масло, наверное, в 90% случаев. Вместо всяких там подсолнечных и прочих, кукурузных. Но оливковое я использую то, которое с запахом, которое нерафинированное, то, которое называется холодного отжима. Еще у меня здесь есть, как вы видите, совершенно замечательные маленькие помидорки черри. Я их уже помыл, но их непосредственно перед готовкой насажу на шпажку и прямо так буду готовить. А сейчас приступим к разжиганию улей. Не прошло и полгода, как я переставил весь свет сюда. Сейчас запаливаю улей. Для углей у меня есть такой вот стартер. Очень эта штука мне нравится. Пользовался ею еще в России. Хороша она. Сейчас запалю и расскажу. Для того, чтобы запалить угли в ней, достаточно бывает 3-4 таких вот комков бубайки спалить. И все прекрасно работает. Начинаем. Можно мелких щепок положить вместо этого дела. Чем этот стартер мне нравится? Основное удобство в том, что когда готовишь сразу много всяких штук на барбекю, и площади решетки не хватает на все, собственно говоря, продукты, чтобы их так вот выложить, то угли приходится подкладывать, потому что они все прогорают. А где готовить, если у тебя всего одна решетка? Да, вот здесь я себе сделал. Вот здесь я обычно жгу дрова, и вот с этого костерка угли подкладываю лопаточкой. Но тогда, когда я пользовался вебером, вот такого вот камина у меня не было, было очень удобно. Я отдельно рядышком на кирпичиках ставил этот стартер, и если в барбекюшнице в основной угли подходили к концу, кончались, я подсыпал сюда угли, запаливал рядом. Где-то за 15 минут угли здесь принимаются, хорошо работают, и все замечательно. У этих штук есть один минус. Это нужно помнить. В этом стартере хорошо раскочегариваются угли, только если они крупных размеров. Если это мелкое битье, как часто очень бывает, то оно просто просыпается через стартер, и все, мы оказываемся без углей. Это нужно учитывать. И еще момент. Ай, горячо уже. Вот еще не успел завалиться. Сейчас я пользуюсь вот таким вот веберовским прессованным углем. Для открытых вот таких вот барбекюшниц эта штука очень хорошая и удобная. Натуральный уголь, не прессованный получше, но мне он больше нравится. Но эта уже штука очень хороша. Чем она хороша? Этот прессованный уголь горит значительно дольше, чем обычный крупный уголь. Чем он плох? И это очень серьезный его недостаток для меня. Если готовить в закрытых объемах, как в региористове Вебер, то вот эта вот угольная пыль при сгорании поднимается потоками теплого воздуха вверх, и она слегка присыпает продукты. И особенно хорошо это заметно на курице, это хорошо, потому что на светлом мясе, да? Это хорошо заметно на овощах. Как будто мелкой-мелкой угольной пылью присыпано получается. Это плохо. Когда готовишь на открытых, на таких вот вещах, то такой проблемы нет. Ну, а если есть, то она... Ну, я ее не замечаю. Просто потому, что больший объем, и этот восходящий поток воздуха, он не такой сильный здесь. Потому что здесь только за счет лучистого тепла все работает. В Вебере, за закрытой вот этой крышке, там обогрев идет не только снизу, но и сверху, потому что теплый воздух поднимается, от крышки отражается вниз, постоянно этот круговорот воздушный идет. Для готовки это замечательно. Для использования вот такого угля не очень. Поэтому для Вебера я советую использовать все-таки... Ну, для барбекюшницы такого типа, для закрытого. Советую использовать натуральный уголь. Просто крупный кусковой. Все раскочегарилось, пора высыпать. Вот этого не вполне хватит. Я положил решеточку, смотрите, при обращении с грилем. Наверняка вы это знаете, но я на всякий случай повторюсь. Для того, чтобы никакие продукты, ни мясо, ничего к решетке не приставало, она должна быть очень хорошо разогрета, буквально раскалена. Я в свое время, когда покупал гриль Вебер, меня пригласили на специальные курсы по обращению с этим агрегатом. Первое, что там объяснили, после того, как решетку поставили над углями, нужно дать 5-8-10 минут, в зависимости от жара углей, хорошенько раскалиться решетке. Это первый момент. А второй момент. Решетка должна быть чистая. Я очищаю это дело вот такой вот металлической щеткой. Это очень удобно делать. Значит, сначала, когда она разогрелась, решетка, по ней прохожусь. Я пробежал со щеточкой, а теперь обычным бумажным полотенцем с моченным оливковым маслом я протираю все. Поехали. Смотрите, грязюк какая. А теперь начинаем обжарку. Сюда у нас пойдут помидорки. А шашлычок я положу сначала внешней стороной этих бедрышек вниз. Процесс пошел. Когда я готовлю тонкие куски мяса, или такие, которые не требуют очень длительной тесловой обработки, ну, как курица, она, во-первых, тонко порезана, я размещаю решетку очень низко над углями. Это вот самое низкое расположение. Сейчас у меня около 12 сантиметров между углями и решеткой. Почему? Из-за тонкости вот этого мяса, чем быстрее сверху заколируется мясо, тем меньше успеет уйти сок из курицы. А чем толще кусок, тем медленнее вовнутрь куска проходит тепло, тем медленнее нужно его доводить. Потому что иначе можно получить, что снаружи мясо уже начнет гореть, а вовнутрь теплота еще не прошла. Потому что излучение теплом значительно с меньшей скоростью вовнутрь передает тепло, нежели контактное, как на сковородке, передача тепла. Я думаю, уже пора курочку перевернуть. Какая она красивая. Ну и теперь еще несколько минут на второй стороне. Сейчас оно дойдет до кондиции. Я сниму. Поджаренные стороны, вот это одной, и выше крыши. Если доводить до вот этих поджаристых кусочков с другой стороны, то нежное куриное мясо уже пересохнет. Здесь нужно очень аккуратно. Ну, конечно, на ваш вкус. Кому-то нравится прям совсем сухая курица. Я не знаю, как вы, мне очень нравятся помидорки черри, которые либо в духовке запечены до мягкости, либо вот так вот на углях. Потому что во время вот этой тепловой обработки с прижариванием из них лишняя влага уходит, а тот сахар, который есть, превращается в такую карамель. И помидоры становятся более сладкие. У них более яркий вкус получается. Для меня это к мясу, к птице, самый лучший гарнир. Я, кстати, сразу не сказал. Нужно выкладывать мясо на угли тогда, когда угли покрылись белым пеплом или серым уже даже таким. Потому что если этого белого пепла нет, то значит из углей выделяется пока еще СО, газ, который горит. И вот эти языки пламени обжигают весь продукт, и в результате продукт сгорает. Когда белый пепел сверху уже покрылся, это значит, все запасы вот этого газа кончились и тлеет сам уголь. Языков пламени не будет, тогда все будет замечательно. Если угли, вот что касается вот этого выберовского, как раз таки, прессованного угля, покрываются слишком большим слоем пепла, он серого света становится, то жар их припадает. Поэтому можно слегка кочергой, или вот я вот этими щипцами делаю, взбиваю немножко вот этот пепел, и тогда опять вот этот прослой как раз теплозащитного пепла нет, и жар усиливается. Смотрите, помидоры уже готовы. Все, пора их снимать. И, я думаю, некоторые ломтики баклажана тоже. Дошли. Ну и напоминаю, как всегда, как проверяю я на ощупь, касаюсь мяса, пробую, какое оно по упругости. Если дошло до той стадии, которая мне нужна, значит, все готово. Все, горячее сыр не бывает. Давайте снимать. Вот мы добрались до самого волнующего момента, до пробы этого шашлыка. Давайте смотреть, что у нас там с курицей. Смотрите, потрясающе, просто великолепно. Давайте пробуем. Сочный. С лимонной кислинкой. С тонким-тонким-тонким вкусом зиры. Очень хорошо. Ну, помидорки, что тут говорить. Помидоры просто великолепны. А не сладкие, как будто их в сахаре вымачивали. Берите на вооружение этот способ, если вы еще так не делаете. Очень вкусно. Ну и небольшой кусочек баклажанчика. Очень-очень хорошо. Великолепное сочетание. Нежное куриное мясо. Именно с бедрышком. Это важно. Потому что куриная грудка будет суховата. Здесь нужно красное мясо. Сладкие помидорки. Солоноватые мясистые баклажаны. Великолепный летний быстрый шашлык. И, кстати, друзья мои, вы знаете, что такой куриный шашлык прекрасно готовится в духовке, если у вас есть верхний нагрев. Располагайте также на деревянных шпажках под самый верх, под самым верхним нагревом. И чтобы сок, вытекающий из куриного мяса, не погружал его в этот же сок и не тушил, что можно сделать? Противень. На противень положить решеточку небольшую и на эту решеточку уже класть это мясо. Прекрасно готовится в духовке. На этом я с вами прощаюсь. Если понравилось, ставим палец вверх. Не понравилось? Сами знаете, новые зрители, подписывайтесь, а то потом потеряйтесь и расстроитесь. Загляните, пожалуйста, вот сюда. Здесь будет ролик специально для новых зрителей. Там есть информация, где еще можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. А также вы можете глянуть под описанием видео. Там все ссылки на все соцсети есть. И там я публикую не только то, что снимается на видео, но и то, что не снимается. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok